Хранительница и создательница мемориального зала Матери Марии, заслуженный работник культуры Кубани Зоя Николаевна Лемякина встречает министра культуры Кубани и главу города у входа. Я просто помню, когда я сюда приехала, мы с вами познакомились, здесь был ремонт. И Зоя Николаевна говорит, вот здесь будет, знаете, как будто одна из ее, это будет дом и одна из ее жилых комнат. И вот ощущение действительно, что вот она здесь. Вот интерьер, гостиный, в доме и венгл. Комната получилась и в самом деле очень трепетной и очень живой. Словно хозяйка вышла на минуточку и позовет сейчас к накрытому столу. Зоя Лемякина вложила в создание и сбор материала для нее всю душу. Здесь очень много оригинальных вещей, рисунков, настоящих фотографий, много стихов, написанных юной поэтессой в годы жизни в Анапе. Их не переставая, а под общее восхищение читает Зоя Николаевна. Кругом поля пшеничные, поля-поля станичные, степи всегда туманные. А люди безразличны. Смеются над заветами, а с древними монетами хранят мечи талисманы. В глазах гостей неподдельный интерес к маленьким тайнам души человека творческого и, несомненно, талантливого. Министр культуры искренне интересуется судьбой детей матери Марии. Главу города впечатляет старинная Анапа – детали джеметинского поместья Кузьминых-Караваевых. А в общем и целом гости высоко оценивают созданный хрупкой женщиной памятник легендарной матери Марии. Неслучайное имя ее и подвижническая судьба, как и имя Зои Лемякиной, номинированы на звание легендарных имен Кубани в краевом конкурсе. Обменявшись подарками, высокие гости отправились в Свято-Ануфривский храм, где прозвучит поминальная служба «Память о матери Марии».